Цвета – один из немногих товаров, которые могут быть экспортированы из сектора газа. После четырех с половиной лет блокады, введенной Израилем и поддержанной Египтом в ответ на постоянные обстрелы территории еврейского государства, и три года спустя после операции «Литой свинец», как живут палестинцы. Фермеры продолжают выращивать помидоры, перцы, другие овощи, хотя и не могут их продать ни в Израиле, ни на западном берегу Иордана. Как утверждает палестинский торговый центр «Палтрейд», 60% промышленных предприятий готовы возобновить экспорт, если получат на это разрешение. Но разрешение не дается. Тем временем товары, запрещенные Израилем к ввозу на территорию сектора газа, попадают туда по тайным туннелям. С 2007 года Израиль закрыл часть пропускных пунктов на границе с газой, они помечены на карте «Черном». Другие, например, «Рафах», действуют только для прохода людей и доставки медицинских препаратов. Основные поставки топлива, стройматериалов и других товаров идут через КПП «Керем Шалом». Многие предприятия, разрушенные в секторе газа в ходе операции «Литой свинец», до сих пор не восстановлены. Тогда, с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 погибли 1400 палестинцев. Потери израильской армии составили 13 человек. В сентябре 2009 года в ООН был опубликован доклад комиссии, возглавлявшейся южноафриканским судьей Ричардом Голдстоуном, в котором израильская армия и палестинские боевики обвинялись в совершении действий, которые могли быть квалифицированы как военные преступления. Однако Организация Освобождения Палестины, единственная палестинская организация, которая могла бы подать жалобу в Международный уголовный суд, не сделала этого из-за разногласий между движениями Фатх и Хамас и, вопреки рекомендациям, 16-й сессии Комитета по правам человека, прошедшие в марте этого года и согласившиеся с выводами доклада. При этом сам южноафриканский судья в интервью газете «Вашингон-Пост» изменил свое мнение. А премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху потребовал аннулировать этот доклад. «Израиль никогда не выбирал в качестве цели гражданских лиц. Мы провели собственное расследование на международном уровне в этой связи, чего не сделал Хамас». Впрочем, ООП еще может обратиться в Международный суд с жалобой на Израиль. Недавняя встреча в Египте палестинских движений Фатха, Хамаса и 13-ти других наметила пути их консолидации, в том числе и по вопросу о палестинских заключенных в Израиле. Палестинский министр по делам заключенных и делегации бывших узников прибыли в начале декабря в Европейский парламент, чтобы убедить его повлиять на Израиль и заставить его соблюдать права заключенных. «Сам Израиль утверждает, что права заключенных соблюдаются. Если в Израиле все в порядке, его не в чем упрекнуть за то, как содержатся заключенные, я не понимаю, почему он не дает нам возможности в этом убедиться», говорит депутат Европарламента Де Роса. Пока же права палестинцев в международных судах взялась отстаивать группа независимых адвокатов. Продолжение следует...